Всем конишива, с вами Акира и на днях меня посетила достаточно глубокая мысль о вайфу. Это анимешные тянки, которые нравятся кунцам и некоторым тянкам тоже, из различных тайтлов, подобие Мили из Резера или Асуны Сау и так далее, так далее. И да, именно анимешные тянки, именно нравящиеся кунцам и некоторым тянкам. Потому что твоей вайфу не может быть эрен или условной танжора, поскольку все они имеют мужской пол и не могут никак стать твоей женой. Ведь слово вайфу происходит от английского слова вайф, которое переводится как жена, поэтому если тебе нравится какой-нибудь кунец, то он просто... любимый. И абсолютная проблема у всех вайфу заключается в том, что ты проникаешься их характером, чё б ты там себе не додумал. И со временем, в силу их поступков и действий по вселенной, та самая тян начинает тебя привлекать и представлять из себя этакий идеал твоей реальной девушки. Но постоянно из тайтла в тайтл ты начинаешь осознавать, что у Эмилии есть Субару, у Асуны Казута и у всех остальных та же дилемма, ведь ты, сидя в 3д мире, не можешь даже попытаться составить конкуренцию этим ублюдкам. Плюс по воле сюжета, твоя любимая тян может отворить такой херни, что в дальнейшем ты будешь проклинать тот день, когда взялся смотреть этот тайтл, что по глупости влюбился в эту тян. Но это... не про мой случай. Если что, у меня нет вообще вайфу... Тихо, тихо. Они раньше были и даже одна из них, по-сидей, находится на моём бокале Хамелеоне, и с разом раз говоря, что сэмпай тут стыдается слишком жарко. Из таких были Асада Шина из Сао, Сейбер из Фейт, Конан из Наруто и Харикита Сузуна из Добро Пожаловать Квас Превосходства. Да-да, я ебаный любитель и обожатель кудары тянок. Моё почтение таким обожаю. Но сейчас таковых нет, и если раньше мне приходилось выбирать среди существующих персонажей и мириться с тем, что у них есть свой конец, то в нынешнее время, в 21 веке, в мире технологий, эта вся проблема решается на раз. Ведь элементарно можно зайти на сайт создания персонажей и сделать тебе вайфу своими руками. Зачем сидеть в раздумьях и выбирать среди кучи тянок, которых придумал автор какого-то произведения, если можно просто тупо создать свою? Ведь редактор даёт целый спектр того, кого конкретно ты хочешь создать. И, например, если мы создаём 2D-версию, то можем ей выбрать прическу, глаза, выражение лица, которое по факту будет отображать её характер. Если же характера тебе не хватает, то ничто не помешает тебе расписать ей черты в блокнот или ещё куда-нибудь, а также воссоздать, допустим, фанфик с ней, где абсолютно вся история будет подвластна только тебе. В редакторе ты также можешь нацепить на неё любую одежду и иметь созданную своими руками 2D-тиан. И у тебя даже не будет конкурентов, ведь она не будет обитать в окружении каких-то там кунцов и будет исключительно твоей. Любя только тебя, её характер будет зависеть исключительно от того, какой ты её захочешь видеть. Но в этом варианте может быть этакий недостаток общения, ведь она будет молчать и лишь только смотреть на тебя. Она не спросит, как у тебя прошёл твой день или что ты сегодня делал. Поскольку это всего лишь 2D-пик, сейчас способная палить в тебя на протяжении своей бесконечной жизни, не осознавая своего существования. Но даже это решается всё абсолютно легко, ведь есть вариант обзавестить койкату, только единственное, в этом варианте нужно иметь плюс-минус современный ПК. Однако койкату даёт просто огромные возможности и воплощение твоей фантазии на все 2500%. Ведь помимо того, что в игре есть тонкие настройки персонажа, вплоть до изменения размера рук, ног, положения глаз и так далее, редактор также даёт и возможность тонко настроить её характер, от чего она будет общаться со всеми окружающими в зависимости от того, какой ты её сделаешь. Возможно, это даже будет не она, а он. Да, тут можно создать трапа, создать Моя, Цундеры и даже Яндеры Тян. Она может заниматься спортом или фанатично любить учёбу. Может быть типичной феминисткой третьей волны, либо же дня мелатаковой Тянка, которая будет сильно любить своего сэмпая, а именно тебя. Касательно редактора, койкату даёт кастобайс похлеще Симса, ведь помимо того, что здесь есть масса вариантов, начиная от глаз и заканчивая одеждой, так ещё помимо этого, эти варианты ты можешь тонко настроить, создав Тянку своей мечты. Плюс ко всему, геймплей представляет из себя и такое школьное время, где ты от третьего или даже от первого лица можешь бродить по разным классам, общаясь с героинями, которые там учатся. И конечно же при этом общаться со своей Тян, которая в дальнейшем станет твоей вайфой, и будет не просто тупо палить на тебя, но и спрашивать про то, как прошёл твой день, помогать с домашним заданием, и даже предлагать вместе позднить в столовой. Ей конечно же могут составить конкуренцию, если в выборе вариантов характера ты и выставишь ЛГБТ, однако всё это позволяет любителям Гарема создать свой лично Гарем мечты из всех Тянок, которых ты только захочешь в нём увидеть. Если же нет, можешь просто не включать эту опцию. И нет, это не твои мечты о далёком будущем, ведь всё это есть здесь и сейчас. Различные вариации одежды, различные вариации внешки, более того, ты даже можешь не просто сидеть и полезть в монитор в ожидании, когда она тебя вытащит из 3D мира, но и самому купить VR-шлем и влететь с ноги в её мир, чтобы оставить любовный конверт в её школьном шкафчике. Такую часть и самый муторный вариант, который однако даст максимально приближенное к тому, что у тебя появится и вовсе реально личное вайфу. Ведь в нынешнее время существуют нейронные сети, и если ты научишься их создавать, то тебе ничто не помешает заказать арту художника или создать ту же 3D модельку и обучить её абсолютно всему, что ты захочешь. Да, на это придётся потратить массу времени, однако конкретно ты можешь перевернуть всю индустрию и в дальнейшем даже начать зарабатывать достаточно неплохие деньги на том, что сможешь подарить каждому по собственной вайфу, что, между прочим, сейчас очень даже актуально. Ведь в пример можно привести ту же Яндекс.Алису или серию, которой им пользуются миллионы людей. Однако, если на их концепте создать безымянную вайфу для каждого, то, вероятно, эта штука очень даже выстрелит. Мнешние данные ты можешь создавать через различные редакторы, при том даже выбрать 2D-шный или 3D-шный будет Вая Тян. Один из таких редакторов позволяет создать модельку своей мечты за... бесплатно. И в нём тебе не будут нужны какие бы то ни было лютые знания по рисованию или моделированию, главное, чтобы ты умел играть в Sims. Как вариант, можно создать ПНГ-шную 2D-тян через различные редакторы и также выбрать ей внешность. Крайний вариант, потратить около косаря рублёв и заказать у художника какой тебе угодно арт. Только эмоции одежду дорисовывают платно, но в редакторах ты не плачешь ни копейки. До кучи ты же решаешь, какой будет у неё характер и можешь придумать предысторию при помощи своей личной фантазии либо через те же редакторы. Если уж на то пошло, то тебе ничего не мешает и вовсе создать свою вселенную, где будет твоя Тян и объявить всему миру, что вообще-то она секундочку моя. И да, были уже прецеденты с тем, что кунец поженился на Хацун и Мику, поэтому ну вот вообще ничего и ни разу не остановит тебя от твоей задумки. Но спросишь ты меня, как мне бы с друзьями, которые будут сидеть со своими 3D-женщинами и смеяться со сменяемой вайфу? Тут же слишком просто, ведь ты можешь показать его женщину через 50 лет и свою через 50, затем развернуться и эпично уйти в закат. Ведь патчи за 21 век в мир завезли столько, что можно хоть табуретку обвинить своей вайфу, ведь у неё целых 4 ноги. Она настолько предана, что позволяет даже сидеть на ней. И это краска. Ух, а ещё её можно кастомизировать. Простите. И зачем задать себя вопросом тебе Эмилия, у которой есть Субару, когда ты можешь создать свою Тян? Дать ей твоё любимое имя, одеть её во всё, что ты захочешь, выбрать абсолютно любой характер и объявить, сука, всему миру, что пока кто засидит и читает додинься с чужими вайфу, ты тот молодец, кто придумал свою. Она будет настолько ценной, что никто не найдёт про неё хентай-мангу. Зато ты можешь создать с ней страничку в ВКонтакте, выставить отношения с ней, иметь ещё к ней доступ, ведь в этом случае ты будешь знать, что она верна тебе. А она будет верна тебе всегда. Да кучи те же редакторы позволят добавлять новые фото, что добавит ей живности. И зачем тебе кидать деньги в тюберша, когда ты можешь кидать их мне? То есть, вкладывать их во что-то более ценное. У твоей вайфу будет профиль в соцсетях, где семейном положении будешь ты, а не какой-то типичный кулец Сёнона. Ты будешь с ней ходить в одну школу, и с этой же школы возвращаться. Она будет делиться с тобой, своим вентом, а не с ебучим уяшем школьного аниме. И создавать вайфу, это конечно круто, но перед тем, как ты отправишься познавать дивный мир, нажми на эту чёртову кнопку, включи уведомление, потому что это лучшая благодарность за рецепт создания той самой, кто тебя не применяет на иссякайнувшегося ублюдка. Я целый час потратил просидев в редакторах, и вышло у меня примерно следующее. Кастомайзов везде миллиард, с миллиардом опций, поэтому дерзай. Ну и хватит наконец быть тем, кто живёт в мире коммунизма, и начни отношения со мной единственной, неповторимой, а не с той, у которой и без того огромная фан-база. Субтитры сделал DimaTorzok